здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами поговорим об обрезке винограда первого и второго года жизни конечно уже наступили небольшие морозики может быть немножко поздновато но на самом деле небольшие морозы для виноградной лозы вообще не страшны мы делаем все так как мы успеваем и делимся с вами нашим опытом но на самом деле на первогодках показывать нечего вот эти все холмики это наши кустики этого года посадки и фактически мы их не обрезали они выросли небольшие мы их засыпали земелькой точнее песком и все на этот год этого им вполне достаточно классическая наука о виноградарстве говорит о том что в первый год мы обрезаем виноград оставляя две почки но на самом деле я всегда вам говорю и всегда акцентирую на это внимание что мы должны смотреть по тому как куст растет и как куст развивается и в принципе в первый год резать особо нет нужды вот здесь как раз примерчик то есть мы можем обрезать невызревшую часть и все в первый год кустик только начинает развиваться и поэтому в лозе если там что-то вызрено у нас есть запас питательных веществ и мы его оставляем все вот вот так вот да у нас даже не было особо времени обрезать вот мы засыпали все вот так она и будет до весны то что не вызрела она почернеет отсохнет ну и все ничего страшно можно отрезать невызревшую часть остальное я все бы сохранила нет возможности показать как бы в этом году потому что вот наша молодежь она росла не так хорошо но бывает что в первый год у нас может вырасти и метровая полутора метровый даже двухметрового лоза который хорошо вызреет и обрезать ее на две почки но абсолютно не имеет никакого смысла а вот смотрите кстати пример кустик хорошо рос да но он зелененький поэтому в принципе вот сейчас можно пройтись и здесь отрезать остальное все у нас спрятано второй год будет несколько поинтереснее смотрите вот это кустик второго года вот это кустик второго года пять побегов шикарно вызревшими лозами вот это кустик второго года вот это здесь у нас 6 побегов тоже лозы вызрели достаточно неплохо вот это теория нам говорит о чем но вообще таких вот кустов у нас на второй год якобы быть не должно у нас должно быть что-то вот наподобие такого то есть в первый год мы оставили две почки потом у нас выросло два побега и мы их опять должны обрезать на две почки но на этом кустике покажу смотрите у нас шикарные лозы толщина да он тут конечно тут пасынком шоу раздвоился посмотрим в другой стране на прекрасная лоза у нас фактически готова рукав зачем нам вот этот куст обрезать коротко в этом нет никакого смысла если он в этом году так хорошо мощно рос то есть следующем то есть куст нам показывает что я готов расти я готов в общем-то плодоносить поэтому нет смысла его резать коротко или вот этот у него даже не два пять побегов фактически это вот можно сказать как куст трехлетка с четырьмя рукавами и вот в данном случае мы можем убрать вот одну вот эту тоненькую боль более более тонкий побег он самый коротенький всех остальные 4 оставить глаза вызрело побеги хорошие крепкие вот у нас уже готовые четыре рукава а вот это у нас интересный пример я его много раз показывал это пинануар второй год даже вон там ягодки были и вырос только один побег да так получилось в таком случае смотрите у меня есть два варианта кстати опять же толщина смотрите хорошая вызревание лозы замечательно вот вот метра на ну полтора метра двадцать тут все прекрасно вызрело и что я могу здесь сделать с одной стороны я могу обрезать коротко и потом отращивать рукава а могу оставить вот этот бег он хороший его же можно использовать смело на формирование рукава и на плодовую стрелку оттуда снизу отращивать из нижних почек они там пойдут какие-то еще плодовые стрелки которые в дальнейшем станут рукавами то есть в данном случае да можно резать коротко но он достаточно хорошо рос в этом году и я думаю что коротко наверное нет смысла вот если бы тут был тоненький побежек тогда да потом пойдем поищем еще один какой-нибудь примерчик а так ввиду того что растение развивалось нормально вот это у нас останется на плодовую стрелку в дальнейшем на руках а снизу я буду отращивать что-то еще весной конечно я обязательно это покажу а вот смотрите вот здесь да вот здесь побежек ну тоненький вот по сравнению с предыдущим все-таки разница есть и его да можно было бы обрезать коротко а можно оставить вот как я с однолетками говорила оставить а весной просто дальние почки обломать и выращивать вот с этих почек которые ближе в голове куста ближе к корням такой вариант тоже допустим вот смотрите здесь у нас два хороших побега хорошо вызревших достаточно толстых и 3 маленький маленький убираем он нам не нужен а вот эти два не опять же не вижу смысла резать их коротко я из них уже сформирую плодовой стрелки и в дальнейшем буду до уращивать еще снизу еще плодовые стрелки ну дальнейшем рукава вот это тоже куст второго года считаем сколько здесь побегов раз два три 4 5 6 7 8 9 даже 10 можем выбрать 4 самых лучших их оставить на плодоношение на следующий год но остальное убрать то здесь куст тянет единственное смотрите какой нюанс присыпали здесь ямки два хороших побега на практически равнозначных ну два они видите растут от одного уже скажем так рукава у нас формировка со смещенной зоны плодоношения то есть нам хорошо было бы оставить вот этот если оставлять дальний смотрите здесь у нас образуется пенек то есть если мы вот убираем этот побег то мы его режем не под корень скажем так мы оставляем пенек на самом деле пеньки не всегда хорошо поэтому вот в данном случае вот так убираем вот у нас хороший побег его оставляем и с той стороны например вот этот что эти тонковатый вот этот вот у нас получается 4 надо ли больше наверное не надо будет у нас тут чем кустик нагрузить здесь пример тоже смотрите раз два три четыре семь побегов но не все хорошие красиво вот этот хороший красиво и вон там сзади хорош красиво но еще вот этот можно не кстати все шикарно вызревшие вот этот еще можно было бы оставить на плодовой стрелке а все остальное но тоненькая не очень длинная поэтому не будем куст перегружать уберем лишние ну смотрите я вам это везде показываю все здесь хорошо вызрела лоза потому что даже я имея вот хорошие крепкие побеги все хорошо если лоза не вызрела не вызревшая лоза не зимой значит мы убираем все что не вызрела нам честно говоря повезло смотрите какое здесь вызревание вот это на уровне метра полтора высоты то есть так вот опасники вот так вот в этом году с вызреванием все хорошо а вот кстати примерчик где так себе вот тот побег на оказалось можно было бы оставить но видим сколько он вызрел он вызрел поэтому его можем резать коротко и вот этот который ближе ко мне здесь вообще вызревание вот до сюда значит вот так вот можно и обрезать вот здесь тоже молоденький кустик второго года конечно можно было бы эти лозуньки тоненькие к земельке прижать и тогда прикопать но на самом деле они тонкие да они нам на плодовые стрелки не годятся здесь будет короткая обрезка но мы ее сделаем сейчас и времени нету да и желание пусть она будет уберем лишнее весной то здесь короткая обрезка уместно вот обрезка тоже я всегда советую не на две почки оставьте запас обрежьте на 4 на 5 есть вызревание лозы позволять ну мало ли там что-то повредиться какая-то мышка придет погрызет всегда лучше иметь запас весной что не нужно проломаем и уберем вот тоже второготочка практически полностью закопан видно два тоненьких побежи кобыла вот так мы их полностью закопали здесь тоже короткая обрезка грубо говоря на две почки она уместно и вот такой совсем классический пример это кадарка кстати успела даже несмотря на этот сезон вызреть тоже второго дочка с ягодка подледеневшая было побольше можно было бы сделать ледяное вино ладно отступление смотрите у нас четыре побега фактически четыре рукава но кустик молодой мы можем оставить все четыре тут еще одна плоскостная шпалера можем оставить два тем более что сорт поздноватый то есть тут мы сами принимаем решение и еще вот два вообще таких классных побега два чуть послабее особенно вот вот этот видите сравнение на одном уровне один пик вот такой но с мизинец толщиной этот потоньше то есть принципе здесь я могу сразу четыре рукава даже на на плоскостной шпалере можно оставлять четыре рукава как бы спаренные рукава усилена плодовое звено это все работает все можно разместить но поскольку кустик молодой все такие и даже на второй год он заплодоносил при этом он еще и поздний то я оставлю два побега самых больших две лозы самых больших самых лучших а два пока уберу потом да со временем всех обрежу коротко со временем на следующий год оттуда выращу по побегу у меня будет 4 рукава но пока на следующий год оставим два не будем спешить а вот рядышком я не помню кто это у меня или либо или марселан но здесь вообще все очень красиво все практически до верха вызрело 2 2 лозы 2 плодовых стрелки все так и остается мы уберем только не вызрев шую часть а вот рядышком это у нас мускат монзони вроде бы 2 2 лозы отрастил вызрели они тоже неплохо вот примерно вот до этого уровня конечно не так как те ребята но и толщина небольшая можно пробовать примерно вот до этого уровня обрезать наклонять ну и выгонять потом здесь побеги можно совсем обрезать коротко примерно опять же до запаса вот так и и вот так и уже отсюда по классике формировать 2 2 побега оттуда 2 оттуда на 4 но честно говоря я сторонник запаса поэтому я отрежу подлиннее а весной посмотрю как будет просыпаться дело в том что вот этот них два пола костика маската монзони один который изначально здесь сидел он плоховато перезимовал весном как-то слабо шел в рост поэтому мы посадили тот который был у школки хотя вот в прошлом году он рос шикарно но в первый год после посадки многие костики они затормаживаются в росте поэтому в принципе мускат монзони может хорошо расти сильно расти именно поэтому я все-таки склоняюсь к тому чтобы обрезать по длине и посмотреть по весне если же я бы знала что это куст слаборослый растет не очень то тогда бы я обрезала все-таки короче как говорит виноградная наука тут можно так можно так и наблюдать потому что бывает что вот в первый год растение не очень растет а на второй год вдруг из ничего вырастает много чего поэтому я всегда склоняюсь принципе к запасу и лучше я весной смотрю как будет просыпаться уберу лишнее а как видите получается и в большинстве из тех примеров которые я вам сегодня показала резать вообще практически ничего не нужно вот так хорошо росли наши кусты так хорошо они вызвали поэтому в этом сезоне с молодым виноградником у нас работа минимальная сейчас мы все это с проволоками чуть-чуть лишненького обрежем и постепенно будем накрывать но как подведение итогов нашему сегодняшнему разговору то есть смотрите по растениям конечно же мы всегда отрезаем невызревшую часть я показала что у той молодежи которая закупана в этом просто нет необходимости и у нас сейчас скажем так нет свободного времени чтобы тратить на эту мелочь если мы конечно там под спонбонды под еще что-то такое накрываем то невызревшую часть надо убрать не надо чтобы она под укрытием гнила в земле вот так вот в песке вы видели все все снаружи осталось да ничего страшного пусть остается на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на другие полезные видео ссылка на видео по формировке ссылка на видео по обрезке взрослых кустов по обрезке если не вызревшая лоза а также мои контакты и каталог наших сортов винограда и до новых встреч